Сегодня я куплю у тебя моя прелесть, ты будешь моим айфон 10. Сын мой, ты что, не знаешь, что покупка флагманских смартфонов зачастую является выбрасыванием денег на ветер, переплатой за сверх наценку производителя? А как вы думаете, оправдывается ли в большинстве случаев покупка флагманских моделей смартфонов? Напишите в комментариях. А в сегодняшнем видеоролике я приведу вам 5 причин, почему не надо покупать современные флагманы. Будет интересно. Поехали! Первая причина – производительность. Современные флагманы 2018 года перешагнули рубеж производительности по тестам Benchmark Antutu в 200 тысяч баллов. Этого удалось достичь благодаря последним поколениям топовых мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 845, Kirin 970 и Apple 11 Bionic. Основные производители чипов за последние годы значительно расширились в своей линейке процессоров. Все это вылилось в появление для смартфонов хороших чипсетов среднего уровня. Например, Qualcomm Snapdragon 630 и 660, Samsung Exynos 7880, а также Kirin 659. Почувствует ли обычный пользователь разницу в быстродействии при обычных операциях? Сёрфинг, просмотр видео, прослушивание музыки? Нет. Даже в играх с процессорами среднего уровня не будет торможения, а лишь меньше FPS, которые обычный глаз даже не всегда различит. Также стоит отметить, что смартфоны среднеценового сегмента уже комплектуются 4 гигабайтами оперативки, что весьма солидно. Вторая причина – технологии дисплеев. Лидеры рынка за последний год удивляют нас безрамочными дисплеями на своих флагманах. iPhone X получил впервые OLED-экран. А вы знали, что Samsung пользуется такими технологиями уже много лет подряд? Долгое существование такой технологии позволило насытить рынок дисплеев. Теперь даже некоторые модели среднего уровня оснащаются не просто IPS-матрицами, но и OLED-дисплеями, которые обещают высочайшее качество картинки на экране. Так зачем платить больше за статус флагманской модели, а? Третья причина – фотокамеры. Одной из больных тем при обсуждении и сравнении последних моделей смартфонов являются камеры. Видимо, все теперь хотят снимать на телефон и получать лучшие фотоснимки с высокой резкостью изображения, а также портреты с эффектом боке. Но большинство пользователей не являются знатоками фотоискусства. Они не понимают, насколько качественно получился фотоснимок с точки зрения профессионального фотографа. Им важно, чтобы была правильная фокусировка, резкость в кадре и малое количество шумов. Ну что ж, да, теперь это возможность с мобильниками среднего уровня. Середнячки получают оснащение, комплектующие от флагманов до угодичной давности, которые по нынешним меркам превосходно снимают. Четвертая причина – общая функциональность. Помните, еще 7-8 лет назад производители выделяли в качестве фишек своих флагманов наличие водонепроницаемости корпуса, NFC-чипа, модем LTE, слота для двух симка. Теперь же главными изюминками флагманов называют стеклянный или керамический корпус, наименьшая диафрагма у объектива фото-модуля, разблокировка интерфейса по лицу пользователя и так далее. А все привычные функции и модули теперь доступны во всех смартфонах незаметно от ценового уровня, даже разблокировка по лицу сейчас есть в бюджетнике. И в этом заключается прелесть. За адекватные деньги мы можем получить функциональный смартфон. Пятая причина – наценка за статус флагмана. Все, наверное, слышали, что себестоимость iPhone X составляет порядка 350 долларов при стоимости за 1000 баксов. При этом iPhone SE того же бренда оценен в 250 долларов, а его себестоимость никак не меньше в три раза. Вот тут и закрадывается наценка за статус флагмана и новизну. Вы готовы за это переплачивать? Зачем? Ведь есть такие новые модели с достаточным уровнем производительности, как, например, Samsung Galaxy A7, Huawei Honor 9, Xiaomi Redmi Note 5. Как видите, стремление насобирать денег и купить флагман не всегда является оправданным. Если вы используете смартфон для общения в соцсетях, мессенджерах, для просмотра видеороликов, а также, если вы не самый заядлый геймер, то смартфона среднего уровня за 200-250 долларов будет вполне достаточно. Ну а теперь игра. Отгадайте, что это за телефон на фотоснимке? Первый назвавший правильный ответ, как обычно, получит один балл и станет еще ближе к ценному призу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова